Коренной житель города Видное, выпускник школы номер один Михаил, считает себя истинным патриотом. Служил в армии, поэтому повестке о мобилизации не удивился. Сейчас он участник специальной военной операции «Защищает Родину». Мне было тяжело оставить семью, но я не испугался, я пошел. Я знаю, что многие даже за границу уехали, испугались у нас стать на защиту Родины. Я поступил иначе. Я пошел защищать Родину. Не знаю даже сейчас, насколько мобилизован, неизвестно, насколько. Вот я полгода отслужил, приехал на ненадолго в отпуск, чтобы повидаться с родными. Время Михаил нашел и для участия в уроке мужества. С таким предложением к нему обратился друг детства, депутат Павел Русаков. Здесь, в Видновском художественно-техническом лицее, собралось несколько десятков старшеклассников из разных школ города. Многие из них собирают гуманитарную помощь бойцам СВО. В частности, и поэтому Михаил захотел лично познакомиться с ребятами и поблагодарить за их поддержку. Спасибо за то, что вы нам такие слова поддержки оказываете. Они очень помогают. Порой, когда совсем тяжело, когда хочется домой. Всем хочется домой. Все мои ребята, у всех есть семьи. Все хотят побыстрее, чтобы все закончилось и чтобы вернулись все домой живыми и здоровыми. Мы очень верим в этих людей, мы очень за них болеем, мы очень за них за всех переживаем, потому что нас это все равно в какой-то мере касается. Удачи. Я уверена, что мы победим, победа будет за нами и все будет хорошо. Да, я тоже хочу пожелать им удачи, чтобы они не падали духом и чтобы это все поскорее закончилось. Вопросов у ребят было много. Спрашивали про обстановку на фронте, про быт, вооружение, про личный опыт участия в боевых действиях. Интересовали школьников совсем не детские темы. Поговорили о чувстве страха, отваге, любви к родине. Достаточно полезно узнать из первых, как сказать, уст о подробной ситуации, то, как тут все это происходит и может некоторому научить старшеклассников. Это действительно важная тема, которую должны знать и понимать все граждане нашей страны, и не только они. И поэтому действительно информации было много, интересно было. Где-то грустно, где-то наоборот, немножечко надежда какая-то. Уже после мероприятия ученики долго не отпускали гостей. Отрадно, что сегодняшние школьники живо интересуются историей. Старшеклассникам это интересно. То есть они читают новости, они смотрят, они пытаются разобраться. И поэтому они пришли сюда, чтобы, скажем так, наживую понять непосредственно от участника те вопросы, которые, скажем так, в широком формате не освещаются в СМИ. Мне показалось, что мы с Михаилом широко достаточно рассказали, и где-то какие-то маленькие такие вот событийные вещи, чтобы человек смог хотя бы чуть-чуть понять, как это находиться просто в зоне СОО, а тем более уже быть бойцом с его сложным и непростым бытом там. Совсем скоро Михаил снова вернется на службу. Говорит, уже соскучился по боевым товарищам, а мы будем ждать наших ребят с победой. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. ВиднетВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова